доброго всем времени суток с вами texer че у нас тут астон мартин mercedes sls но оба претендента на мой гараж я б сказал тут точно мне дэбридс это какой вантаж мне говорили что какой-то застон мартинов этих тут у меня есть мил нет не dbx а не вантажа у меня есть db5 но это не то же самое так что вот кстати счету на карту был страну адрак ну а давайте мерина хотел другой стороны да не давать имеет надоели иметь английский поехали и голубенький купачки не пропорциональными сиденье это в жопе не больше короткоморда и машина нравится все должно подчеркнуть какой у него мега движок может правда нет но так ладно бампер есть бампер нет пары есть пары есть давайте стекла естественно нет стеклу доставлять дверь такая вверх выхлопнуха ну не густо у него частями я сказал все а ну да с аукциона только до хрена всего-то но как по тенегам все равно убыточный товарищ так мне пора уже что-то на продажу сделать бабушка маловато еще минус таких машин в том что надо жидкость выливать из них интересно а если тормозных цилиндров снять не вылив из него жидкость разольется нет антифриз точно разрывается разливается сломок не помню масло сливать что у всех фильтра сверху у меня предыдущей машине был сверху так ладно продолжаем разбирать да с ними ты его уже я не понял а все понял да 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 хомутики они тоже ломаются опять два фильтра это свой я че такое поясню масляный резервуар Очень странный мотор Прям очень Да блин, не надо мне ничего наливать Масленный резервуар Фильтр можно укрыть Не буду А почему БОШ написано, разве нет Не борьба с лицензиями А то вдруг его потом не откручу Ушел Так, ну сверху тут все Поднимаем С одной стороны приятно, что деталей много С другой стороны машины вот эти вот Из салона У них нет ощущения убитой машины Со свалки его притаскиваешь То ощущения убитости нет Это жалко Ну ладно, надо было, да Не обратил, что-то не могу Опа, април-то не перейдывал Я думал полный Ну то есть с переднего места Хрен наплал И вот эта вот здоровая гилда Вместо кардана Тоже присутствует Я думал только англичане так возвращаются Но нет Мерседеса ввода тоже Мне тут говорил, что вот Так сделано Коробка сзади Для лучшей разрисовки Типа машина-то спортивная Поэтому ей там баланс нужен Вау Баланс-баланс А к примеру, если я в багажник положу Пару чемоданов, кидучи в отпуск Ну это примерно как коробка будет весить Как у баланс-то изменится, нет? Все, машина перестанет быть спортивной Или как? А зависит от того, у меня тут Два человека сидят в салоне Или один Тоже же баланс А человек под сотку весит Побольше коробки А че надо снять, что-то снялось Мне кажется, хелит А как живут машины с мотором в жопе? Вот те же поганки У них мотор с задницы И коробка с задницы И мотор с задницы Впереди вообще ничего нет У меня нормально Развесовка Не мешает? Тот раз такой внимания К развесовке А баг Я могу его полной налить Я могу с пустыми ехать А это килограмм 50-60 разница Тоже не критично А все вместе Чемоданы, бак И пассажиры Тогда уж ставлю сюда Свинцовую плиту какую-нибудь И ее точно не перебьешь Всякими мелкими изменениями Кстати, кому-то мерение Может даже в эпичном 600-ом Че-то такое было С плитой Что-то для входа в поворот Для ровности А вообще все эти машины Если они серийные То вся их спортивность Это панк Ни одна реально Спортивная машина Не является серийной Это такой голимый Хэндмейд Хэндмейд Там чуть ли не каждая гаечка Вручную Причем их По соревнованию Пересобирают Вообще целиком Поэтому покупайте Хоть Кёнига Все равно будут Просто панты А еще прикольное Когда работал В Москву ездил Со мной в пробках Все время стояли Ну тут поселкова Дофига у меня Дорогих В общем Две феррарьки Ламборджинька Спортивные жапки Хм Они очень спортивно Стояли Со мной в пробках На стартах Прям вот так им Спортивно было Естественно Зимой они пропадали Как только начиналась Осень такая Прям глубокая Это летняя машина Зимой им на дороге Вообще нефига делать Ну и очень смешно смотреть Там Как они допустим Через лежачего полицейского Перебираются Прям ползком там Одно колесо Другое колесо Пол дела сделано Можно передохнуть Куда нахрен Такие машины Это не для наших краев Так А все Еще что прикольно В кабриолетах Сидишь В машине Сейчас с кондиционером Летом Закрыто Воздух идет через фильтр Поэтому воняющий рядом Камаз не особо мешает А рядом сидит Крутой чувак В кабриолете На него жарит солнышко На него оседает пыль Ага На него коптит Камаз Зачем ему все это? Ну они есть Да С крышей Скрываются Можно Масла вообще не было Масла с броней Сверху Погодите Еще рулевую Не убрал Терейки Я думаю Разрабов Мерседес Покусали Англичане А еще Мне непонятно Какого хрена Я не могу Смазать С масляным ящиком Мотор снять Вместе Мне кажется Могу Чуть не мешал бы Ну ладно Так что да Панты людские Принимают Странную форму Не понятно В такой машине Можно На каком Курорте Одинаковые 35 Разные Проект Сверхбережья При шоссейке В мегаполисе В открытой машине Особенно В той Которой крыши Не запланированы А если Дождь пойдет А Забрать Да забрать Ну что же Как-то наблюдал Машина такая Начала раскладывать Крышу Из багажника Это все Уже почти Выдвинулось Ну если что На ходу Они это не могут Делать Надо остановиться И начать раскладываться Да Там приводы Не руками Но Машина должна При этом стоять Иначе там Ветром ее Загнет Ну короче А собирался Дождик Собственно Что владелец Начал Эту процедуру Раскрытие крыши А начиналась Гроза Ветер Как рванул И крыша Как свернула Она полуразложенная Была Не знаю Сколько критично Может я просто Руками поправил Да и ладно А может чинить Но я такая Обратно Отогнуло Всю конструкцию Странно Люди вообще Машину Очень странно Покупают Смотрю Очень многие Покупают Сами не знают Для чего Последний раз Когда машину Покупал Там народу Было Не очень много Время Было Ковидное Пожилая Пара Машину Берут В кредит И сначала Вроде бы Они Нацелились В принципе То что Им и надо Не шибко Дорогая Небольшая Экономичная Без особых Наворотов Просто они Параллельно Покупали Со мной Поэтому я Слышал Как они Машину Обсуждали О чем С продавцом Говорили Но кредит При этом В итоге В итоге Их продаваны Развели На более Дорогую Машину Типа Ну а что Вы же кредит Берете Вчера Не платите Деньги Возьмите Себе Побалуйте Себя В итоге Взяли Машину Разов Полтора Больше Существенно Дороже С большим Мотором Который Будет Жрать Не помню Что там По налогам Может она В следующей категории По налогам Походила Из-за Мотора Ну и Оформили Кредит Ну и Видимо Взяли Что-то Я чуть Быстрее Купил И уехал Они Оформляли Долго Кредит Всю Эту Мудакинь Вот Зачем Она Из-за Что я Слышал Я понял Они брали Именно Вот Себе Там Не то Что Внуков Возить Че 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 Такое Себе И Сначала Они Выбрали Небольшую Нормальную Машинку И В принципе Больше Им Не Надо Но Не Почему Потому что Не знают Зачем Больше Круче Мощнее Круче Литые Диски Там 19 Размеру Это же Круче Но Если на них Резина Это еще Прилично То Хорошо А если на них Там Фара Мотков Изолен Говнище У меня Опель Был Он Продавался Именно Вот На Такой Сране Большие Литые Диски И на Них Чуть Чуть Резина Ну Диски Довольно Быстро Приняли Форму Далекую От Круглой И Обзавелись Трещины Не по Нашим Дорогам На Такой Резине Гонять А Все Эти Рассказки Что Когда Мало Резин Типа Машина Стой Еще На Дорогу Вы В Жизни На Таких Скоростях Не Ездите Чтобы Это Имело Значение А Пошло Блин Копейки Ты Что На Продажу Точу Диски На Продажу Елки Ну Ладно Копейка Копейки Жадному Гному Денег На Машину Дальше Дальше Последний Ну да Можно Ладно Встают Дальше Принципе Я Думал Учинить Б Кузовные Ну Ладно Торопись Не Торопись А Все Рано Сели Займем Дальше Чем Молодец Сейчас а еще что-то было а уровень это как еще моего приятеля, приятеля разводили на замену бампера на машине я по-моему уже эту историю как-то по какому поводу рассказывал у него бэха, бампер у него то ли треснул там, то ли ободрался зачем-то он менял бампер я ему начал сказать, что вот есть бампер, не помню, из карбона что ли, короче, сране он дорогой, но он там на 200 или на 300 граммов легче штатного это же для спортивной машины очень важно целых 300 граммов блин, во-первых, какая-то спортивная, обычная городская машина а во-вторых, 300 граммов? серьезно? то есть надо, если это так важно, надо определенно следить когда ты в машину садишься на работу и ехал поссал ли ты дома, а то машина редко станет не спортивной а разница-то там хорошая, там не два раза но опять же покупают как не говорили, что когда-то, ну 90 примерно, что все, теперь машина будет до херам ранее самых разных ферм и машина наконец-то перестанет быть роскошью блин, для многих людей она до сих пор поможет не в том плане, что хрен купишь а в том, что-то показатели там какому-нибудь владельцу какому-нибудь мерседесу скажешь, чтобы он убирал свое ведро с газона он так оскорбляется на это ведро так, интересный я распредвал свой собственный а, все понятно что-то я чувствую с этим мотором намаюсь сейчас что-то он превосходит творение сумрачного английского гения взялся за мерседес ощущение, что разбираю какой-нибудь астон-мартин я что-то как-то не замечал, что мерседес так вот вычурно строили мотор он именно какой-то вычурный и очень много деталей да, чувствую, я прям за час нормально вывалюсь длинная серия будет мне все это обратно собирать еще как вынизу эти заключенного на расстрел ведутся в темный лес, страшно там волки воют, она жутка какая-то тебе-то ладно, а нам еще обратно возвращаться эмм а, неожиданно а, это не натяжной что еще-то я уже все, ослабил ремень, его снимать можно да вы задрали я-то вообще не натягивал по идее, один ролик снимаешь, который в затяжении отвечает и все ремешок слетает было прошел кашель, опять докопался погода посмурнела за окном, пока жарень была, кашель отвалил сегодня там дожди я сказал, даже такие грозы местами, я думаю по крайней мере тучки неприятные ходят а я на дачу собираюсь, здорово так ну да прижималки горячо любимые горячо любимые а тут лаги не очень а слабшие хм поддон ладно хм ладно вот сразу шестеренки не снимаются не снимаются тут она держится, а там а вот на этом болту держалась, которая на вкусе через все проходит да это случай мне времен, когда Европа объединилась машинка уже когда англичане наконец-то смогли немцев покусать ну пиписно воротили не ожидал такого от мерседеса хрень ему крутить натуральное дверло от какого-то мартина ягуара в них ночью будет помянут вот это че такое ну я так понимаю это ну все уже разобрал я его перепутал зато поддон офигенит своей лаконичности ну с масляным табаком, че бы нет обычный поручник хм просто где вот эти вот ямы где всякая стружка и прочее мусор скапливается плоский в мерседесском моторе стружка не скапливается нагар ну че ему не начали хм 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 это фарши по-моему какого-то чтобы поменять фильтр надо снимать крыло хм хм действительно а че фильтры же закрыто меняют можно и крыло снять каждый раз вообще когда первые машины появились в которых движок закрыт пластиковым щитом вот этим с дыркой там налить масло налить антифриза все смеялись потом неожиданно казалось что большинство машин так будет выходить сейчас же дохрена машина у которых капот открываешь а там пластиковые щиты с лючками и все и нефиг остальное в сервисе сделают пометка бредятина ну я машину гоняем всякие недобрые места я думаю что в сервисе можно не добраться поэтому крайне люблю механику хотя сейчас если аккумулятор в коламину разрядился то есть в ноль вообще то есть ничего не светит одна ламочка машину с толкача не заведешь генератор не возбуждается то есть она не начинает вырабатывать ток даже когда ты тащишь я попадал на части в деревне нашелся еле живой старый аккумулятор от Нивы но он по крайней мере смог подать возбуждение на генератор стартер-то он не крутил и машина завелась там просто уехали на остров машину оставили в деревне на две недели уехали на остров а кто-то из детей оставил лампочку в салоне включенную а машина была не настолько умная чтобы сама ее погасить а теперешняя машина у меня все сама гасит забывай что хочешь она подождет минут 15 и все погасит там аккумулятор высадила в нулину ну хорошо вторая машина была я бы конечно нашел какой-нибудь трактор чтоб дернулись за виолен ну здесь просто толкать можно хотя она там скукана полторы тонны весила хм почти две ну как-нибудь с горочи толкнули бы хотя да аккумулятор ну в принципе были варианты на самом деле есть прямо такая вот жопанда была там не деревня а какой-нибудь такой полузаброшенный домик на берегу озера ну то есть негде взять можно было конечно аккумулятор от катера зрения это опять его собирать а нет мотор просто в воду опустить завести так починили собираем а ну да логично так так ну у этих машин замены мотора я думаю нет ни на что давайте начистоте схожу а то потом будут мне говорить да там можно было там от машины бэтмена мотор поставить а ты не поменял нет один мотор сейчас посмотрим что у него стену ну поршни то поршни понятное дело так ну клинвал не чинингуется понятное дело в 8 м 159 погнали м 159 запишем тик у него свой воздушный фильтр 2 у него в пустой календар 1 выпускных 2 голова а голова б два дросселя задний глушитель 2 свой гидруселитель интересно передняя выхлопная напомню какая-то сдвоенная идет два лов четыре штуки топливная рампа одна есть это чисто его что было вот тут теперь безымянные низки денег дроссели уже есть глушители я вроде купил так катушки вроде обычные были ну это вообще даже не во всех машинах стоит даже там где должны разрабы директор усилитель купил поршни провода нет распредвал купил свеча ну собственно еще наверное а ну да насосы фильтры ну вроде и все и вышло и вышло теперь обычные крышневые кольца черненькие хотя блин что-то хочется какого-то уже разнообразия не знаю какого ну вот эта универсальность она какая-то прям короче сам не знаю что хочу возможно нового кармеханика хотя бы что там будет тут ситуация такая же как фарминг симулятор сделать то да ну кармеханика фарминг симулятора не каждые два года игру выпускают но тем не менее а что ты нового там сделаешь ну графонию улучшишь да ладно ок а че еще ну такого чтобы не было в предыдущих частях чего ничего будет все то же самое и даже машины будут те же самые что один в другие маркетины берешь ну несколько машин может добавляют но так все ходовые модели вот они поэтому такие игры вот они хорошо сделаны да мне кажется к ним кризис подкрадывается жанр так сказать потому что нет новых идей ну вот 18 кармеханик да чем он отличается драг рейтинга в нем не было собственно и все я не могу припомнить что то чем он еще отличается там не было драг рейтинга если я правильно помню может быть даже был то есть ну вот машины есть а погонять было нет но это в кармеханике самая давняя на мой взгляд претензия что ок я собираю машины а что дальше я их собираю а что я с ними буду делать то есть я вот с этим тут немножко беда из-за физики потому что как симуляторы гонки то что тут есть это фигня кстати опять таки не знаю в чем причина я в стиме вижу симуляторы гонок ну таких дубовых которые продают там по 50 рублей то есть кто-то на коленке сваял возможно из каких-то готовых ассетов а там топорные модели страшные на вид как будто страшного картона сделано но они себя ведут как машины нормальные машины может они там какие-то нюансы не исполняют по физике но как минимум как драйвовые гоночки но нормально они страшенные да я за 50 рублей не хочу ее покупать но бегают они так драйвовенько а здесь они бегают умны уныло гонять не хочется взять скоростной трек тестовый трек они же ездят там но это ж тоска тоска и нафталин вон нет фулспид там физика не там нет физики там это все условно настолько насколько он только может быть это аркадная гонка но опять таки она красивая она драйвовая у нее приятно гонять это то за что мне всегда нравились приставки нет фулспид гонки и драки приставка гонки и драки это самое офигенное все остальное есть на компе а гонки и драки есть на приставках и они там лучше ну по крайней мере играется в них интереснее не знаю почему так что-то я какую-то фигню собираю или потому что я там даже крышку не закрыл тут же дроссель прикручиваем передняя крышка воздухозаборника в смысле в какой жопу воздухозаборник у тебя два фильтра где нет воздухозаборника гений немецкий в смысле машиностроения так мне надо тут скрывать страницу ну тут мы видим гораздо больше всякой стороне ну пока вроде все а ну еще успокоители я их не чинил и они свои и они свои этих две тут лишним не накупить их много и они странные две бэшки а это что ашка две бэшки и ашка ну вот форточку закрыл кашель отстал блин как это работает в чем я бы не сказал что температура в комнате изменилась как ну как форточку закрыл у меня же топления то уже нету уже не работает уже все выключили то есть ничего не изменилось форточка закрылась кашель отвалил тут тут выглядит так как будто зажигание торчит распределить здесь торчит вот масляный фильтр я понял так 2б блин это дохрена это дохрена даже шкив так 119 не тот наверно тот ну да я угадал что у нас ничего не прибыл два бэшки ну ашки еще будут это ж половина только роликов есть же еще ну ремень тут идет пипец по всей округе все собрано все обмотали так тряшки и очень забавляет что-то его прижимают именно 3 вот этот крутил да все славяна выбрана можешь снимать вот это вообще непонятно что делать перегибается через этот поэтому он просто проходит даже не отжимает ее зачем он а я этого никогда не узнал это странные люди делали мне еще предстоит с тем Астон Мартином развлекаться ну Мерседес конечно да удивил ха 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 там все собралось тут ничего кстати я купил на 2 шатеренки посмотри там что они могли быть починены угу понял крышка распредвала 16 штук тут недавно смотрел демку ну соответственно и вы смотрели оффроуд механик симулятор или что-то в этом лёхе понятно что не дюшатина но игра стоит в раскоряку у нее не сделано ни возня с мотором все опять же вот что сложно есть пользующий способ игрокар механик геймплей запатентовать невозможно вы повторите просто геймплей и все вот точно такую же разборку мотора сделайте все ничего больше не надо ну в общем там они этот монет посрали ну хотя сделай не так чтобы хреново но после кармиканик и не катит а фишка у них там очевидно в том что там можно по аффроудить ну с этим сложнее потому что сноураннер в первую очередь движок лучше игрушки про то как помесить грязь нету есть на что равняться но для этого надо иметь движок возможно у инди студии нет денег чтобы его купить но но тогда просто сделайте на трассе не грязь ну они в принципе и сделали как колдобины какие-то страшные но как себя машина ведет это пипец упереться бампером в землю и застрять это легко меня таких случаев очень удивляет что пишут что разработчики советовались со специалистами в области подставьте подставьте нужное вы с кем там советовались вам любой автолюбитель который выезжает за пределы часа скажет что машина уперлась бампером это проблема бампера его или помнет или оторвет короче машина поедет дальше в другом случае так это устранение буду спереди ставить что я помню снимаем так знаете что я не помню какая подвеска сзади была спереди двухрычажка а вот что сзади вообще не помню мне кажется задняя двухрычажка там была ну что то что то нет уверенности вообще может быть ну вот на автомате уже все делаю не помню вообще не помню ладно пока переднюю только возьму я думаю двухрычажка так так там же не вал нет там не вал сзади исходя из того что у него везде двухрычажка 20 штук так погнали так с этим вроде все колесе колесе диски зашибись все девятнадцатая 205 на 35 спортивная дабы не это дабы не это спортивная Гоночная И 295 на 30 Вместе с Дессу я не буду колеса осквернять надписями. На нем это не смотрится. Так. А, он тут пухнет. Тут не ошибешься. Че нарезал, то нарезал. Ага, значит в прошлый раз мне не померещилось. Бывает так, что он сразу в нуле стоит. Ай, стой. Не покрутил. Щелк, 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 щелк. Аккумулятор. Подзабыл. Так, на вторую. Погнали. На минуту. Всегда час. Всегда. Торможу я, не торможу. Час. Аж спортивный аккумулятор бывает. Так, ну и че. Сначала под капот. Или сначала под днище. Сначала под днище. Знаете почему? Потому что так. Так. Ну где страшная срань? А можно отодвинуться как-то, нет? Еще удумал отодвинуться, да? Угу. А начать надо сзаду. Хотя пофигу, на самом деле. Ну и че мотор не снимать. Какой? Больше. Ай, куда ж ты меня перенесло? Верните обратно. Вроде удобно, да? Что центруется. Но иногда не в касс. Но все равно. Фэромеханик, вот эта вот вся система, лучшая вообще. Я понял. Я не собрал. Ты же помнишь или что-то забыл? А что забыл? Хрен его знает. Или как-то он говорил второй раз сразу нажать. И не увидел, как она собирается. Еще раз в Ридус туда топать. Задние делать. Может было сейчас посмотреть, но че-то не посмотрел. Ну. Запчастей валом. Тридцатку я извел. Если бы я его продавал, я конечно обогатился. Опять же, мне тут как-то недавно писали, что в игре крайне трудно зарабатывать деньги. Сюда же, вот, взял машину, починил. Там прибыль 2000. Я не научил машину, что прибыль 2000. Я вот ее сейчас соберу, вы увидите ее цену. Поскольку можно втюхать. Тут цена сильно отличается от той, за которую я ее купил. Я, кстати, где-то что-то там спалил какую-нибудь деталь, когда чинил. Так. Ну, наверное, меньше. Иди, собака. Ответил. Палку. Страшно. Старый сейчас внизу и сверху, да? . Ну ладно, в целом бодренько идёт, я думал завязну с ней, из-за её непонятности, но нет, всё хорошо. Закончим стандартные сроки, типовые. И можно, кстати, посетить будет хоть свалку, хоть аукцион, два свободных места. Мне надо хоть стране на продажу посмотреть. Мне, конечно, уже порядком надоело поганок собирать на продажу, но выгодные собаки. Ну и вроде как я прохожу игру без нарисовывания себе денег, чтобы не тратить, допустим, серию на починку поганки на продажу. Рисовать денег, я без этого прохожу. Опа! Верните, пожалуйста. Забыл. Забылся, был неправ. Вот он, топливный бак. Да, не надо для себя открыть, чтобы набрать бак быстрее, чем топливный. Так, ну всё, погнали. Ага, ну можно сначала отсюда начать. Всё равно сейчас побегу амортизаторы делать. Ну да, двухрычажка. Кто-то сомневался. Угу. Ну просто, я не помню. Всё, всё в одной. Всё на одной странице. Готово. Отпущите. Вот сейчас хорошо зашло прям далеко, всё хорошо, но долго это не длится, притаскиваю к упору. У меня ничего сломанного нет, правда? Колпаков много лишних взял. Ой, закрывают. Я вообще в подвеску почти без покупок обошёлся. Без покупок обошёлся. Ага. Или заплетается. Хм. Ну только то, что не чинится. Этого мало. Я считаю, что это минус машины к салкциону, что к ним мало запчастей нужно. Я люблю, когда машина ржавая и стоит на кирпичах. Ты её приводишь в порядок и она прям меняется. А это... Хуже только машины в хорошем состоянии. Там же второй автосталон есть. Который я... В хорошем состоянии машина продаю. Относительно. Магазин-то вообще днище. Я тут вообще не могу понять. Зачем в этой игре сделан автомагазин, где продаются нулячие машины? Зачем? Тюнинг, скажете вы? А что с ним делать с тюнингом-то? И кто мешает затюнить машину со свалки? Ездить нет? Тюнинг. Хм. То есть можно было здесь прокачать тачку и поехать гоняться на ней? Да. Можно было бы. Купил новый запорожец. В магазине. И перебрал его. О, вещь. Сделал из него такое, что за ним там... Лаборджини хрен угонится. Оттюнил по полной. Не то, чтоб нельзя. Ну то есть в принципе-то можно. В принципе. Удовольствие не заставить. Так. Чё-то ведь я... Или крышку просрал, или сам блок просрал. По-моему, сам блок. Ну, можете крышку. Так. Давай крышку. А зачем я полез? А, за ухо я полез. Ошка. Не боже написано на ней. Ну-ка, ставишь Мерседес? А, ДОЖ. Всё, я понял. Ну просто вот. Дефензер. О-о-о-о. В свой корпус и не пошёл. Я понял. О-о-о. 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 И хомутики. Хомутики. Ненавистная деталь. О, чё-чё-чё-чё. Чинили. Ладно, после того, как они стали чиниться, они стали менее ненавистными. Но с другой стороны, машина со свалки всегда не хватает. О-о-о. Так, попёрли у нас бачки, бачки... А, вот тормозярку. Бачки у нас не чинятся, тут у нас С. Где ещё, где ещё, где ещё? Так, разливаем. А, радиатор всё тут, не разливаем. Угу. Да блин, подвиньтесь сюда. Ашки, блёскивает. Три башки, три цешки. Так, ну-ка, ну чё там написано на ней? Да блин, я её нажимаю ставить... Фузера до. Нормальные китайские релюхи. Лучше оригинальные. Версосмен такие ставят. Так, А, Б, Б. По три штуки каждого. И блок управления двигателем ДОЖ. Обязательно тоже место заставим. Он имеет в виду, что тут 70 ампер. Так, крышку можно было не брать. Так, радиатор. Чиненный. Я всё починил. Я прям вообще, мне пипец. Чиню вообще. Золотые руки. Кривой глаз. Исклероз. А вот интересно, мне в сервисе никогда не предлагают стеклоумывайку удалить. А я никогда. Ни на какой машине не предлагают. А на заправках предлагают. Иногда бесплатно. Ну, типа там акция, что такое, заправился. Их 10 кломывайку бесплатно. Хочу. Нормально наливаются. Не говно. Так. Всё налил. Да, блин. Какой раз попадаюсь. СЛС. Хорошо. СЛС. Всё? СЛС. Всё именное. А, мастер скупой перетяжки кресел в гараже. Нет, нет, нет. Так, у меня есть две двери от него. Но это, собственно, и всё. Ну, чё не... Там хрен плавал. А, вот мои четыре, а дальше тут просто по алфавиту. Тут ещё какие-то... Астон Мартин у меня стадами, что ли, стоят тут. Ничего. С ладами они не стоят. Паперли. Так. Ну, естественно, номера будут Бундес Репабрик. Как без этого. Кропоти. Эх... Далековато отошёл. Угу. Родная дверца голубенькая. А у них в какой-то момент казалось, что стёкла чинятся. Наверное, казалось. Ну, реально тут убитые. Я уже был думал, как у англичан. Одного зеркала нету, типа. Там все пассажирам зеркало не нужно. Ок. Всё. Погнали. Красится. Как раз я должен вместо, конечно, чёрней. Нет, конечно. Так. Ну, какой-то заводской цвет. Ах... Ах... Что-то было. Белая. Короче, полоски. Зелёная. Чё ж, давай все цвета спектра перебирай. Ну, с белой полоской. Да ну фигня. Это всё равно, что у него синие писалки поставить. То же самое. Так. Давай. Сход-развал. Сейчас машину собирать на то увезти. В сервисе предлагают акция. Не первый раз, кстати. Сход-развал за рубль. Ой, не сход-развал, ну, проверить сход-развал за рубль. Я вообще не могу понять, в чём развод. Они надеются найти проблему в сход-развале, что я потом за деньги устранил. Или как? Я обычно соглашаюсь. Да, хорошо. Они проверяют. Говорят, что всё хорошо. И на том мы расстаёмся. Где во всём этом их выгода? Саленд блок. Даже не знаю где. А, ну да, я же мозаику не проверял. Вот, вы говорите, чё ты мозаику проверяешь каждый раз? Поэтому проверяю. На раме, я думаю. На передней. 6 и 3. Блядь, моторчик какой. Не маленький. Ну да, вон они. В чём сход-развал налаживать? Мне это не мешало. А вот, завести мотор для замеры мощности, а всего этого мешает. Такое. Странное. У меня такое ощущение, что они озаботились реально движками разных машин. Ну, может не всеми. Какие-то одинаковые звуки издают. Ну, прям чувствуется разница. Не скажу, что я по звуку скажу, что это Астон Мартин завели. А, да это БМВ. Нет. Но вот тут звуки у машин разные. Карта в мастерской. Можешь посмотреть какой-нибудь другой скоростной трек там. Кто-нибудь знает что-нибудь, чего интересного есть? То есть мне нужен не вот этот аэродром Галимый. Мне нужен длинный, хороший... Блин, два Астон Мартина ещё. Охренеть. Длинный, хороший скоростной трек. Где машину можно, даже ту, которая не рвёт прямо с места, а можно просто её разогнать до полной скорости. Именно до максималки. Понимаешь, тут не все машины успевают разогнаться. Попёрли. Да чё ты в конвульсиях-то бьёшься, ёлки. До 7000 раскрутился и в конвульсиях забился. Тоже мне. Автоман шалит. Вот смотрите, ему тоже не хватит полосы, чтобы до максимума разогнаться. То есть полоса нужна раза в два длиннее. Но у него хоть восьмой передачи нету. Всё, приехал. 350. Ему хватило. Не всем хватает. Не врезался. Молодец. Так. За гараж. Мне скоростная трасса нужна. Длинная прямая. Потому что аэродрома не хватает. Особенно для старых машин, которые долго-долго разгоняются. Ну и конечно скорость хорошая. Но они разгоняются долго. Так. Ладно. Тебя в гараж. На стоянку. Молодца. Форсах Horizon 4 люди играют. Форд, иди внутрь. На второй. Блин, надо было самому на улице остаться. Кто не знает, надо шифт удерживать. Тогда оставишься на месте, машина уезжает. Так. Вот разборка. Туплю, да. Ну я сегодня кучу всего переделал. Еще на дачу ехать. О! Еще что-то пробовать, но срочно нарисовать перед тем, как уехать на дачу. А уже пятница вечер. Надо ломиться. Вообще я думал выехать пораньше. Но у меня сейчас полдевятого пятница. Я думаю выйду сейчас в часов в 4, в 5, приеду, то там в часов в пол шестого, в шесть. И сразу спать за ним. Потому что спится на даче. Изумительно. Черт его знает, а приеду по ходу часов в одиннадцать. Слушай, мне что-то все к стране надо заехать в строительные. Сео LX-550. Не-не-не. Для слонов и ящериц. Так, ну это я там посмотрю, что стоит. Где-то я там еще раз посмотрю. Ну какая-то шляпа городская. Ну, такие у меня уже все есть. All dead. Угу. Ну ладно, ты помой. Я бы не отказался что-нибудь на продажу. Кто? Бэх что-то. Ну да. Угу. Панцер, блин. И она партнер. Какая разница. И еще типа ушка лежит. Ну да, из дефолтных машин. У вас что сегодня разморило на мыльнице что-ли? Да. Ты кто почеглаза этот секцион сигулон? Ага. Хонда. Я не знаю. Вот. Я помню, что-то стояло. Ну я тоже, конечно, не помню. Всалим фламу. Так, для аукциона у меня что-то маловато денег осталось. Давайте я назад в гараж еще раз туда приду. Ну а просто, если я сейчас куплю что-то эпическое на аукционе. Деньги на свалке делаются. Сараев нет? Просто да, если я сейчас пойду на аукцион, я там что-нибудь для своего гаража прикуплю. А, но машины там довольно дорогие. А мне нужен какой-то кусок ржавчины, который я дорого загоню кому-нибудь. Так, ну все, пусто. Меня решили покарать за то, что второй раз прийти на свалку. Ты как-то охренел на свалку два раза ходить. Егор F-Type. Ну, кстати, вот как вариант. Я такой себе недавно собрал. На продажу зафигачить. Нет, ну вот отстраивайся кто угодно собирать. Я американские движки уже видеть не могу. Китицкая сила. Ну вы издеваетесь. Ай, продавать-то я еще буду. Ну, надо брать. Что тут скажешь? Где покупка-то? Надо брать. Ну, у меня на улице два места. Айвуар, видимо, будет для денег. И ничего. А, уточка какая-то зябра. Хм, четыре машины на стоянке. Атом. Какой-то автомобиль. Ну, я не думаю, что я там хорошо загоню. То есть, ну, можно бы. Бы. Можно. Извел шесть лошадок. Ну, электрический фиг. Ну, я не думаю. Я думаю, Ягуар я дороже загоню. Сколько? Блин. Атом я вручь не собирал. Хм. Хм. Семьк. 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 Ничего вручь нет. То есть, либо Ягуар, либо Атом. Знаете, давайте я попробую Атом загнать. Я его просто еще и не собирал. Семьк. 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 Они так все спрашивают. А выйти без покупки деталей неужели? Серьезно? Без покупки? Вы же забыли купить детали. Да, ну я вот этот кэш прикупил. Семьк. 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 Я просто смотрю на там 115. Было 133 по моему, да? 133, что-то мало потратить тогда. Быть не может. Ну ладно. Так. Тут еще всякое. Ну. Тоже деньги. Десятка, да? Короче, надо Атом продавать. Что-то как-то низко опустился по деньгам. А они все не бешеного бабла стоят, когда я все на стоянку? Ну тут все у меня на стоянку стоит. И только Атом не на стоянку. Ну что ж. На этом все. Жмите пишите. До новых встреч.